Это жена моя, бабушка моя, а мы приехали в Корчино попроведывать, меня не умер, вот так вот. Вася Чернов, дядя Ваня, дядя Ваня Чернов, она, вот же Терлина моя сестра. Ну и думаем, когда-то же Батеряевка была, сеноты все развалено было, думаем, дай хоть попроведуем. А мне дали, что там любимая девушка была когда-то, не помнишь фотографию, любимую другу Сергею отвалили, да сейчас еще она. Да у нас сейчас хранится, да ты что, вот такая красавица. Чтоб я тебе фотографию подарила, не в жизни. А я еще не вновала, когда-то сейчас. А вторую фотографию не помнишь из Новосибирска? Никогда, потому что я тебе подарила, я никогда тебе вот до сих пор не прощу. Ну не то, что не прощу, я говорю, Валя, да забудь, вот все время меня за классы дергают. Да потому что нравится, только любил, что ты делаешь. Ужас, ужас. Воспитательница, пожалуйста, мамки, пожалуйста, классная руководительница, но ты ему нравишься. Конечно. А я думаю, ой, хоть бы кто-нибудь убил бы его. Ага, ну на проходу. Валя, на улицу выйдите лучше. А что с фотографией там подписывать? Там занятия, вы можете побыть у нас потом. Я не помню, если бы я помнила, если бы... Да, вот видите, через сколько лет встретились? Вот сроду никогда... Да, она, я думаю, вспомнила, что ли, где-то. Никогда бы не... Да, если бы ты начал бы мне... Где-нибудь так вот встретить, вот где наметки. Мы мешаем себе, еще чуть-чуть туда, сдайте немножко. Ага, вот так. Ага, чуть-чуть начин. А что, снимаете, что ли? Конечно. Это что, зачем? Ах, наша территория, никто нам не запретит снимать. А нет, пожалуйста, пожалуйста. Так, у вас интернет есть дома? Дома есть. Интернет, а как же? Детям дадите. Там будет стоять этот ролик, беседа с вами. Да, вы что делаете? И весь мир будет радоваться. Какие люди благодарны своей юности. Да, а что же не благодарны? Я говорю, приехали, мы посмотрели на эту потерянку. Такие сады были, такие пруды, амбары там полные. И потом развалины, руины, все это, вот, а что заселение, укрепление, это как, вместе собирались, все вкорчено, уплотнение, уплотнение. И все. А потом случайно. Ты, Володя, там, на ушко шепни, пусть выйдет, мы пойдем к нам домой, чаю попьем. Да не, Валюша, мы поедем. Не, он просто ушко на минуту. Не пойдет, он сейчас занятия идут. Спасибо, Валюшка. Ну, потеряевка и ласточка с гнездом. Это чудо, чудо. И мы вообще, я говорю, Наташа. Ну, мы говорим, в следующий раз поедем, когда в это, обязательно заедем. Прям в мечтах у нас дома. Я думаю, раз... А я, я... Да ну, я в кольцо. Вы только визитку сохраните. Там 11 тысяч 200 роликов наших. Ты... Там все вы увидите, от самого начала, как строили, как детский сад, это лагерь был, все, как приезжают люди. Это брат мой, Игнатий, ты же знаешь. Ну, я помню, что Игнатий брат, но я... Ну, сегодня у него День Ангела, семьи, семьи. А кто будут-то? А? Кто будут? Домников, учились вместе. Домников. Понятно. А Домников вам, Федор, кем будет? Дядька. Дядька. В Ребрихе. Наш отец был в близких отношениях с ним, а я у него на квартире жил. Ну, это мой дядька. Это вы у него топтали-то фуражку? Нет, не знаю про фуражку. Нет, 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 это другая там такая. Жила бабка. Это мой дядя, он умер уже. Ну, у него жили. Он был большой мастер. Моего отца брата. Он делал шкафы и отцу подарил шкаф. У нас он еще живой. Он все еще живой, этот шкаф. А ребятишки выйдет, как он едет, говорит, Федора приехала. Рядом соседка сказала Федора, а слово Федора они не могли переделать никак. Ай, блин. Он приехал ко мне в город купить собаку. Ну, такая же собака, чтобы была злобная. А я занимался в уголовном розыске. Слушайте, а он с нашей с этой собакой не к нам не приехал, ночевал в тот раз с собакой? Ну, вот он от меня и приехал. А она у него случайно попала в охотничье, где-то петля стояла и задушилась. Я ездил, узнавал. А он с этой собакой... Купил собаку и купил нас. А мы еще живем, у нас одна комната была. И он с этой собакой к нам приехал. Вот, тут видите, через сколько лет мы все это узнаем, да? Балюша, а ты же жил в Новосибирске? Конечно. Я тебя видел лет 10 назад. Только у тебя было личико полнее. Еще красотули, но и сейчас ты красивая. Тогда еще было красивее. А где ты меня мог видеть? На вокзале. Случайно совершенно. Я еще посмотрел там. А почему не подошел? А просто, наверное, не узнал. Да у меня все упало, все, что можно и все, что нельзя. А то личико еще кругленькое было такое, ты плотнее была. Ну, да. Вот такая же красивая. Но морщинок много-много мелких было. Видишь, как я смотрел. Он и все рассмотрел, а? Да ты что, я... Ты посмотри, как я... А вы какой дорогой ехали? А мы вот через пруд и... Вот через те пруды, да? Да, через первый, второй мостик. Да, через там еще... А там мы только что сделали. Тут проезда не было много лет. В прошлом году только сделали. Ну, я смотрю, дорога-то так... Ну, плохо. Ну, своими руками. Через воду, а там написано... Да, да. Ну, каменистая. Каменистая. И мы поехали. Только камени, и там... Они прошел год бедную жизнь положили на этих пудах. Ну, молодые люди. Я про Федора расскажу. Он когда попросил собаку-то злобную, я... Я его проверю. Я говорю, если домой везти, не проверяй. Собака ученая. О, да я не таких видал-то. Он говорит, давай его дрожни. Я говорю, не знаю, теперь как ты будешь брать. Раз ты дрожнил, она тебе враг. Ну, только на ногах хватануло его. Он пошел пирожков купил, там, не знаю, нескольких килограмм, наверное. И пока был, все, скормил и сам не поел. А собака... Она его близко не подпускает. Он дразнил ее. Нет, он все равно поел, и все равно не подпускает. Ну, ничего. Ты, наоборот, приласкал, поговорил ласково. Там, дескать, я раздражу ее, а потом увижу, хорошее возьму. Ну, она ему и показала. Что она хорошая. Что она хорошая. Ну, ладно. Ну, что, дверь можно открыть? Просто дверь глянулся. Куда? Да, гнезда наши. А то они по телевизору видели, а то воочию. Где дверь? Какую? А? Какую дверь? В храме. Так вот отсюда и открыть. Да ладно, чему-то, Господи. А, ключи. Ну, да, так было. Нет, это я не знаю тогда, у кого ключ. Батюшки-то нет, он в Барнауле. Батюшки в Барнауле-то заболел. У вас очень серьезно это все у вас... У вас это Вера касается. Ну, у нас, да, у Веры касается. У нас даже с администрацией, с прокуратуры приехали в брюках, и он их не запустил. Написано, мерзость перед Богом. А это говорит, а я на работе, ну, мерзость кабинетская. А женщина в брюках не должна быть? Без платка. Нет, Наташа. Я говорю, можно без платка? Она говорит, ну, я тогда здесь подожду. У нас даже из машины не вылазить в брюках, не положено. Мы будем иметь в виду. Да вот мы, кто знает. А живете где? Вот такая уже, 60 по 66 лет. На Новосибирске, так это совсем недалеко. Да, 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 всего 300 километров. Надо же, вот, нынче же праздник был в то воскресенье, 200 лет в Старой Потеряевке. И Новый, 27 лет. Корреспондент приезжали, ну, так вот, мы приглашаем. Мы много приглашали. А это воскресное занятие изучения Святой Библии? А мы-то думаем, что начальная школа. А школа, это половина школы, половина храм, видели крест? А Сережа говорит, школа, начальная школа, я говорю, посмотрю, там взрослые. А вот это половина школы, а там храм. А зимой-то заметят не сильно тоскливо. А везде заметает что? А везде? А отчего тоскало будет? Мы смотрим во дворе, везде, во дворах, везде техника. Везде, везде, везде машины, техника, везде, так что так же. По две машины, и по снегоходу в каждом доме, по снегоходу. А велосипедов, это у каждого на члены семьи. Ну да. А чем живете вообще? Своё хозяйство. Своё хозяйство. А продаете, продаете, да, продаете. Ну, в смысле, какое-то хозяйство, животноводство или что? Или вот что, посеете, да? Нет, вот это у нас фермер, он сеет гектары, я не знаю сколько. Интересно, 300 гектар. Ну, вот, да, он один, один ведёт. Все должны быть какой-то причастной. Ну, как в выборах, а везде, это обязательно. Никто не курит, не пьёт, не матерится, не ворует. Что он даже курит в деревне нельзя? Нельзя. А мы не курием? У меня, где здесь, у меня сын построил, можно проехать, сейчас проедем. И рабочих нанимал из города, и приду, придел, у нас курить нельзя. Ну, да, раз так. И они приехали. И один, я говорю, Георгий, а Георгий, а я, говорит, курю, хотя к вере он лояльный, Евангель, а второй противник был. А я, говорит, он курит, я говорю, как куришь? Не пахнет. Вот так, говорит, уметь надо. А скорее всего он бросил. Заедает или может быть. Один мужик приехал, у меня и деньги есть, всё есть, но я матерюсь. Матерюсь. И с этим вернулся обратно. Материться цветой, ну как это, загнуть там. Сколько у вас ребятишек? У меня, у меня всех больше. Шестеро. Семеро. Ой, молодец, какая. У меня шесть сыновей. Откуда я от шестеро, извините, ребят? Шесть сыновей и одна дочка. Ой, ой, как здорово. Сколько мужиков в доме? Не младшая дочка? Нет, пятая. Ну, надо. Ой, молодец, какая. А у нас две девчонки. А где-то я слышал, где-то я слышал же. А в Вале что-то я слышал, что шесть детей. И вот увидел. Кто-то тебе сказал, Ирина Тарасюк, а ты говоришь, что футбольную команду готовит, когда у меня ещё четеро было и все мальчишки. Он говорит, ничего, футбольная команда была. Когда ещё и да, сестра жила в Корчино? Жила, жила. А они тоже сейчас уехали. Валя, сестра твоя. Они сейчас тоже сейчас в Корчино, никого нет. Ой, ну что, до свиданка, ца. Целоваться нельзя, блин. Ну, пойдёмте. Нет, Валюша, спасибо, милая. Знаете, о том, у нас там эти Чернамы, мы приехали, сразу поехали на кладбище. Там же и Вася похоронен, ну и там и дед, и дед Серёжин, все-все там родственники. Так вы сейчас куда? В Новосибирске? Нет, мы сейчас в Корчино, а потом, может, к вечеру и домой поедем, потому что у нас... А вы только ещё едете, или уже были? Были, были, уже на кладбище. Вы по этой визитке зайдёте на Ютуб, и вы в сто раз лучше, чем приехали сами. Вы столько увидите всего. И как встреча, тут митрополит приезжает, начальство города... Наш, Новосибирский? Нет, Барнаульский, Алтайский, митрополит. Наш, Алтайский, какая-то футболит. И партнеты разные. Разные. Ну, всё равно, как бы, вера. А в Новосибирске мы, когда я вышла замуж, 6 лет прожили, уехали в Киргизию, а потом вернулись, а ровно 20 лет я сюда приехала. А ваши дети где живут? Здесь у вас, здесь живут? Или где-то по-разному? А в Новосибирске один сын остался. Один сын остался. А все остальные тут, рядышком, да? А кто у меня ещё? А, ну вот в Корчино один, так, как говорится, на птичьих правах. И в Ребрихе, в селе старший. А дочечка здесь с вами? Нет, по-моему. А фамилия Нелапкина уже, да? А ты же Нелапкина вышла. Устинова. Слушай, Наташ, давай не забудьте, я не обещаю ничего. Но если мы ещё мимо будем проезжать, я в бумажник положу фотографию, где подписано. Ты в платочке сидишь, восьмой класс. Любимому другу Сергею от Вали. Шестьдесят. Не может быть. Может быть. Может, может. А я ещё и муфта стала, так болтаживаю. А кто это такая Валя? Это значит, это под давлением, наверное. Геннадий Шерстобитов вот сейчас говорит. Аль, в этом, в урывках он так же. Ой, говорит, Валя, как он мне, говорит, один раз сдал, меня, говорит, всё раскровило. А я, говорит, стоял с тобой разговаривал. Геннадий Шерстобитов. А, всё понятно. Врёт он. Врёт он. Ладно, Валюша. Всего доброго, Игнат. Всего хорошо. Давайте, будьте здоровы. С Богом. Будьте здоровы. А остальное, всё, что приводится. Ну, он, да, просто, знаете. С Богом, наш сестер, с Песарем, общуемся хорошо. И Иллу привезу к ним. Потому что значит, это не то, что по свадьбе, а то, что Иллу говорил, это ещё можно быть и муфтафонами.